В 1735 году 28-летняя домашняя хозяйка Иоганна София Шмидт из Лейпцига произвела на свет ужасного монстра. Мертворождённое существо было совсем не похоже на человека. Доктор Готлеб Фридеричи заспиртовал младенца. Долгое время колба находилась в запасниках краеведческого музея Вальденбурга. И лишь в начале 90-х годов прошлого века монстра стали исследовать учёные. Ужасный младенец оказался похож на пришельца, который попал в руки к американским военным в 1947 году. После крушения летающей тарелки в районе Розуэлла. А значит Иоганна София Шмидт стала жертвой генетического эксперимента инопланетной цивилизации. Это изображение находится в глубокой нише и поэтому надёжно защищено от непогоды. Таинственные символы выбиты в камне миллионы лет назад. Это линия горизонта, то есть сопки. Это море, а это инопланетные корабли, спускающиеся сюда. Этот каменный барельеф находится в горном массиве, который называют городом драконов. Он расположен на юге Приморского края, недалеко от находки. Вершины неприступных гор украшены гигантскими скульптурами. Здесь их сотни. Есть версия, что город драконов построили инопланетяне. Вот эти вот лучи, как бы два корабля, которые спускаются вниз. То есть они прибываются на двух кораблях. Подобных барельефов в городе драконов пять. Они абсолютно одинаковы, словно сделаны под копирку. Помимо летательных аппаратов пришельцев, на них изображён эмбрион. Посмотрите внимательно вот на этот горелев. Это точная копия зародыша человека, или акулы, или обезьяны, или любого животного. То есть зародыш во всем мире, во всем космосе, везде одинаковый. Поэтому видим показатель жизни. Расшифровывая эти древние символы, исследователи сделали сенсационные выводы. На камне оставлена запись, повествующая о визите на Землю пришельцев из космоса. Они побывали здесь в то время, когда планета ещё не была обитаемой. И принесли на Землю разумную жизнь. Мы должны задуматься, если человеческие зародыши, значит, они принесли свою жизнь. Значит, они на планету Земля принесли жизнь, свою космическую жизнь. Возможно, пришельцы проводили на Земле генетические эксперименты. Во всяком случае, сегодня совершенно ясно. Они прочно обосновались на нашей планете. В городе драконов были найдены бункеры, где жили инопланетяне. За моей спиной видно большое сооружение. Это сооружение, так мы его купол называем. Там купольное сооружение, оно очень значительное. Примерно километр длиной и высотой метров 200-300. Когда идёшь по этому куполу, то чувствуешь, что он пустотелый. То есть очень хорошо отдаётся. Все куполообразные объекты расположены в труднодоступных местах. И конструктивно они очень похожи. Адаптация к местным условиям была очень сложна. Поэтому они создали эти объекты. Вы знаете, что наши учёные разрабатывают сооружения на Луне и на Марсе. И не надо большого ума видеть, что они точно копируют те сооружения, которые находятся здесь, у нас на юге Приморского края. Эта инопланетная цивилизация обитает не только на Земле. Похожие сооружения были найдены в начале 60-х годов прошлого века на Луне. Их обнаружил американский астроном Карл Саган. Их гигантские размеры и геометрически правильная форма натолкнули его на мысль, что это искусственно созданные объекты. А 20 июля 1969 года первый человек, ступивший на поверхность Луны, увидел обитателей этих космических баз. Вот что произнёс Нил Армстронг сразу после посадки на поверхность Луны. О, Господи! Да тут есть и другие космические корабли. Они находятся вдоль дальнего края кратера и за нами наблюдают. Точно такие же базы есть и на Марсе. Одну из них недавно обнаружил американец Дэвид Мартинес. Он назвал её биостанцией Альфа, потому что заметил на базе разумную жизнь. Исследуя Марс с помощью космических зондов, учёные пришли к выводу. Марс обитаем. Внутри марсианских вулканов найдены гигантские полости, в которых есть вода. А температура в них приближается к земным показателям. Эти полости образовались около двух миллионов лет назад. Марс претерпел атомную катастрофу около двух-трёх миллионов лет назад. И те, кто выжил, ушли под Землю. Была планета под названием Малдок. Сейчас это астероид. Она также взорвалась, и это произошло около пяти миллионов лет назад. Жители Малдока эмигрировали на Марс, а с Марса переселились на Землю. Исследователи считают, что именно тогда эта цивилизация и построила куполообразные сооружения в городе драконов. Шесть лет работы, мы всё время, и нам, и нам всё время. Где архифакты? Архифакты, архифакты. То есть, что от того древнего? Мы всё-таки надеемся, что обнаружим какой-то кристалл. Это первое. Кристалл и камень, только может кристалл и камень сохраниться. Всё остальное навряд ли сохранится. Поэтому мы ждём, что завтра мы найдём кристалл. И такой кристалл был найден. В 2010 году, недалеко от города драконов, во время буровых работ, его извлекли из слоя осадочных пород с глубины 29 метров. Учёные назвали его «голубым стеклом». Как только артефакт был поднят на поверхность, он сразу покрылся непрозрачным белым налётом. Почему стекло потеет, мне это неизвестно. И это выходит в противоречие с законами физики и химии. Вроде бы стекло пролетело к нам из космоса, потому что здесь содержится три минерала, характерных для метеоритов. И один из них очень редкий, рингудит, для очень редкого метеорита. Казалось бы, это обычное метеоритное стекло. Но, тем не менее, значит, вот эта соль, которая остаётся уже на протяжении двух лет на этом стекле, она крайне необычна. При соприкосновении с воздухом на поверхности небесно-голубого стекла появляется этот странный налёт. Он состоит из солей, драгоценного камня берила. На Земле эти соли не образуются естественным образом. А значит, голубое стекло создано искусственно и, скорее всего, за пределами нашей планеты. Ну, трудно сказать. Вроде как оно походит на космическое стекло, но совершенно, так сказать, не походит. То есть, вот такие парадоксы, понимаете. То есть, оно не подчиняется законам нашей земной физики и химии. Не только воздух опасен для стекла. При соприкосновении с обыкновенной водой на его поверхности происходят микровзрывы. Ну, покажите мне стекло, которое мы вытащим из воды, из пресной воды, и оно будет покрываться микровзрывом на его поверхности. Я такого стекла не видел, и наука, я думаю, что, наверное, не знает такого стекла. Вот это странная загадка. Конечно, хотелось бы сделать первый анализ – это состав газовых пузырей. Значит, и второй анализ – на датировку возраста. Когда оно сформировалось, это стекло? Пока известно, что слой, в котором найдено голубое стекло, сформировался около двух миллионов лет назад. В это время в Солнечной системе произошла глобальная катастрофа. Наш ближайший сосед Марс потерял атмосферу, а на Земле наступил ледниковый период. Именно в это время, по мнению исследователей, нашу планету посещали пришельцы из космоса. Ледниковый или антропогенный период – самая короткая и самая важная эпоха в истории Земли. Ведь именно в это время появился новый вид – человек разумный. Его происхождение до сих пор загадка. Человек разумный не имел ни одного прямого предка среди существ, населявших в то время нашу планету. Неизвестно точно, что все виды, они создавались, они не происходили, чем эволюция, мутация, нет. Вот создали наш человек, а мы люди. Вот нас создали, вот цены, мы люди. Мы им останемся. Да, мы можем измениться, мы можем трансформироваться, вот как-то приспособиться к какой-то жизни. Но это уже другое. Мы останемся именно людьми. Даже человекообразные обезьяны, австралопитеки, представляли собой лишь сестринскую по отношению к людям группу. Сегодня доказано, что хомо сапиенс принадлежит к совершенно другому виду. Мы не с обезьянами родственники. Потому что с обезьянами у нас не получается. Это известно из истории, наука знает, что при скрещении человека с обезьянами не получается. Это надо только что-то там изменить, сломать на обезьянский код. На самом деле это все заблокировано. Единственный близкий родственник человека – неандерталец. Этот вид сохранился на Земле до сих пор. Это снежный человек. В конце 19 века в Абхазии была поймана и приручена самка неандертальца. Ее назвали Зана. Она не умела говорить, зато обладала необыкновенной физической силой. И вот тут уже эти человеки поймали. Приручили. Она жила у них какое-то время. И стала уже, ну как, люди местные, значит, они стали с ней уже вступать в половой контакт. И она стала рожать от человека детей. И сохранилось двое или трое детей. Сыновья и дочери Заны выросли полноценными людьми с речью и разумом. И сейчас здесь живут потомки этих людей. У них сначала было, когда вот первые, у них было больше отьети. Но они были люди, они были, они обучались, но они были очень сильными, очень мощными. Вот это отмечают. И со временем они уже как бы, и сейчас даже потомки, вот там правнуки, да, он тоже выдает силой. В общем, довольно большой силой. Потомки Заны почти утратили черты неандертальцев. Человеческие гены оказались доминантными. Ведь мы все знаем, не надо быть биологом, что, значит, виды между собой не скрещиваются. И если есть потомство от человека, это говорит только об одном, что у нас одни предки. Итак, неандерталец или снежный человек не мог быть предком человека разумного. Ведь эти оба вида появились одновременно. Поэтому многие ученые склоняются к версии, что Homo sapiens был создан искусственно, с помощью генной инженерии. Сейчас большинство ученых говорят, что такие черты, как воинственность, агрессивность, стремление побеждать, это просто часть человеческой натуры. Но первоначально люди были более дружелюбные и мирные. Эту агрессию в нас привнесли извне, и мы стали более воинственные и агрессивные. Создатели человека, те, кого принято называть богами, это представители внеземной цивилизации. Боги, особенно если брать библейские свидетельства, в основном пришли с Сириуса. Интересно, что проводились научные исследования, которые это доказали. Но официальная наука очень неохотно принимает эти данные. Сегодня известно, что это произошло около двух миллионов лет назад. Пришельцы с Сириуса провели тот самый генетический эксперимент, в результате которого на Земле появился человек разумный. Они скрестили свое ДНК с ДНК неандертальца. Когда они прилетели, на Земле не было людей, нас, а были первобытные люди, то есть йети, снежные люди я называю. Не те люди, которые аптеканты, нет, а именно снежные люди, волосатые. Было взято ДНК, это там четко прослеживается, от, допустим, богов, от снежных людей соединили, получили эмбрионы, ну, какие-то, как вот сейчас генные инженеры, допустим, да, искусственные благотворения. Для проведения столь сложных генетических экспериментов пришельцам потребовалась безопасная зона. Но Земля в это время была покрыта толстым слоем льда. Сохранилась лишь одна территория, которую ледник обошел стороной. На стыке величайшего материка и самого большого на Земле океана. Сегодня мы называем ее Приморьем. Именно здесь и обосновались пришельцы из космоса. Представители разных космических цивилизаций всегда были на нашей планете. Есть сотни материальных доказательств присутствия на Земле иного разума. И многие из них очень древние. Вы можете поехать на плато Наска в Перу. Вы можете поехать в Египет на пирамиды. Вы можете посетить много других древних памятников по всему миру. Есть один памятник в Южной Америке, который состоит из 150 тонных плит, которые вырезаны с поразительной точностью. Наши современные машины не могут так справиться с камнем. А этим каменным плитам тысячи лет. Это ли не доказательство того, что на Землю приходили пришельцы, которые и учили людей таким вещам? В начале 20 века присутствие инопланетян на Земле признали властные и силовые структуры всех мировых держав. Вы должны знать, что правительства некоторых стран вступают в контакты с пришельцами. Например, США не признавала этого, а вот Мексика признала. Я думаю, что Россия тоже имеет доступ к инопланетянам. 20 сентября 1977 года. Петрозаводск. Около 4 часов утра на Донежским озером появился огромный светящийся объект. Он испускал яркие серебристо-зеленые лучи света. Вот как описывают НЛО городские газеты. Звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Этот эпизод назвали «Петрозаводское чудо». После него в Советском Союзе было официально запущено несколько научных программ, которые стали изучать феномен НЛО. Когда Леонид Ильич Брежнев лично заинтересовался этой проблемой, и особенно после Петрозаводского феномена, который уже скрыть-то было нельзя, вот и образовалось несколько направлений. Сетка АЭН, это значит, в Академии наук пытались будто бы определить природу явления. И сетка МОМ Министерства обороны, которая собирала информацию прежде всего с войсковых частей. Все данные, полученные в результате этих исследований, были засекречены. Точно такая же ситуация произошла в Соединенных Штатах после Розуэльского инцидента. 8 июня 1947 года командование авиабазы Розуэлл штат Нью-Мексико выступило с заявлением, в котором говорилось. Разведотдел 509-го авиаболка бомбардировщиков 8-й воздушной армии США при содействии местного фермера и окружного шерифа обнаружил летающий диск. После чего диск был доставлен на авиабазу Розуэлл, где подвергся предварительному осмотру. Над Розуэллом потерпела крушение летающая тарелка. Вокруг этого инцидента поднялась невероятная шумиха, и ФБР поспешило замять эту историю. Было опубликовано заявление, в котором говорилось, что найденный под Розуэллом объект является радиолокационным аэростатом. Есть многие причины скрывать это, которые я уже указывал. Например, наша национальная безопасность. Америка страшно боится, что ее атакуют другие страны, поэтому, если и появляются какие-то технологии, то наши боятся их признавать. Известно, что военные обнаружили не только летательный аппарат, но и тела гуманоидов. Люди, которые предупреждены, которые принимают участие в секретных проектах, которые видели восстановленных пришельцев. Эти люди обычно воспринимаются с долей иронии. Они теряют репутацию. Хотя пилоты, военные, люди в форме, им нет никакой причины придумывать такие истории. А все они сотрудничают друг с другом. Обломки летающей тарелки остались у военных и были тщательно изучены. На долгие годы Америка обеспечила себя инопланетными технологиями. Компьютерные чипы, компьютерные технологии. Да, это все появилось очень быстро, потому что мы получили много помощи. Многие из этих технологий были взяты с обломков космических кораблей, которые были найдены в США в конце 40-х годов прошлого века. Есть версия, что в 1954 году на базе ВВС Эдвардс американский президент Эйзен Хавер подписал секретный договор о сотрудничестве США с цивилизацией из звездной системы Беттельгейза. Согласно этому документу инопланетяне передавали американцам секретные технологии. Взамен они получали право проводить над людьми медицинские опыты. Суть которых не разглашалась. Договор также предусматривал сооружение подземных баз для инопланетян под резервациями индейцев в штатах Юта, Колорадо, Нью-Мексико и Аризона. С 1998 года вся тематика НЛО и по другим аномальным делам благополучно перекочевала в ЦРУ со всеми своими финансированиями. Оказалось, что пришельцы с Беттельгейзе проводили генетические эксперименты. Им удалось создать гибридное существо, которое сможет жить на Земле в случае катастрофы в их звездной системе. Они смешались с представителями Земли. В результате чего получилась гибридная раса. Эта раса выглядит как обыкновенные земляне. Вы их никогда не вычислите, не отличите. Настолько они на нас похожи. И это не единственная история инопланетного вмешательства. Несколько тысячелетий назад Землю оккупировали гибриды из звездной системы Сириоса. До сих пор в разных частях планеты археологи находят захоронение людей гигантского роста с вытянутыми черепами. Гибриды выше обыкновенных людей. Их лица более вытянутые. Этому есть археологические доказательства находки вытянутых черепов. Некоторые племена нарочно вытягивали череп детей, чтобы быть похожими на этих гибридов. Потому что те гибриды, которые пришли на Землю, они были очень мудрыми. Им поклонялись как богам. Например, в Древнем Египте существовал культ поклонения священной звезде, Сириусу. Все пирамиды были ориентированы на эту звездную систему. Цивилизацией Древнего Египта на протяжении многих тысячелетий управляли пришельцы, египетские жрецы и фараоны. Есть множество упоминаний о пришельцах и в Ветхом Завете. Интересно, что проводились научные исследования, которые это доказали. Но официальная наука очень неохотно принимает эти данные. Пришельцы с Сириуса, которые пришли на Землю, обладали мощью, похожей на божественную. Люди того времени им поклонялись, потому что они обладали продвинутыми технологиями, телепатическими способностями. Однако на рубеже тысячелетий пришельцы с Сириуса покинули Землю. А вместо них планету стали контролировать представители других звездных систем. Это были существа из миров с большим количеством измерений. Ангелы, демоны, духи. Так называли люди этих пришельцев. Иногда они принимают какое-то подобие материальной формы, так как нашему сознанию и для взаимодействия с ними нужна именно такая форма. Например, Иисус был существом восьмой плотности, и Он пришел к людям в форме человека, чтобы они могли Его видеть только в форме Христа, потому что они могли обращаться только к Нему. Но Он также мог находиться в форме яркого света. И вот это как раз не так просто объяснить. Бесплотные существа контролировали жизнь на Земле почти два тысячелетия. В 20-м веке на Землю стали прибывать пришельцы из других звездных систем. Присутствие на Земле инопланетян стало в начале 21-го века мощным информационным оружием. Аналитики считают, речь идет об очередном переделе мира и создании единого земного правительства. В последнее время тема НЛО и так называемых пришельцев используются не в каких-то таких отвлеченных целях, а цели создания, легитимного создания единого мирового правительства с единым лидером, с единой властью, с единой армией, деньгами. И, соответственно, все мы будем прыгать с тумба на тумбу. Тысячи людей не только знают о существовании пришельцев, но и вступают с ними в контакт. Никола Тесла это тот пример, когда человек, находясь в материальной оболочке, обладает знаниями внеземного разума и был в состоянии пользоваться этими знаниями. Мы знаем, как он работал, ведь некоторые из его рукописей до сих пор существуют, но где они находятся просто пока неизвестно. Известно, что гений эпохи возрождения Леонардо да Винчи был хранителем тайных знаний, поэтому его изобретения намного опережали эпоху. Акваланг для дайвинга, легкий планер, прототип вертолета, самодвижущийся автомобиль. Есть некое тайное знание, которое пришло к нам с Тибета, которое там хранится, что существуют эмиссары, которые живут среди нас и выбирают избранных, чтобы им это знание донести. Посвященные в эту тайну получали знания, власть и могущество. Они объединялись в закрытые братства. Им покровительствовали пришельцы. Эти люди фактически управляют миром. Есть некое количество документов, которые указывают, что вроде бы они существовали. К примеру можно привести розыгрейцеров европейских и алхимиков. То есть вроде бы мы знаем, что выдающиеся ученые средневековья и возрождения объединялись в некие организации, но мы не знаем ни структуру, ни ритуалов. То есть мы можем рассуждать о них только абстрактно. Вот такие общества были. Одно из самых известных и загадочных братства катаров. В начале 13 века их штаб-квартира находилась в замке Монсегюр на юге Франции. Крепость была построена по неизвестным в то время технологиям и из космоса выглядела как пентаграмма. Этот символ был знаком принадлежности к тайным обществам. Масонов, пылающая звезда, это звездознание. Она ни от кого ничего защищать не может. Если бы она защищала, масоны бы крестились пентаграммой, так скажем. Чтобы себя защитить, на пять углов бы клали бы на себя какой-нибудь такой знак. В мае 1244 года Монсегюр был разрушен, а все катары сожжены на костре. Зато в подземной библиотеке была найдена рукопись, получившая название Нарбонское пророчество. В ней описаны события будущего, предсказаны войны и революции, великие открытия и появление гениальных людей. Но есть там и тайное пророчество. Эту информацию вряд ли смогли бы понять люди Средневековья. Речь идет о представителях космической цивилизации. В начале века перемен, когда на питание будет возведен алтарь, гора замкнет последнее звено в древней магической цепи. Знамя Мансигюра примет Пидан. В рукописи указаны точные координаты Пидана. 132 градуса долготы и 43 градуса широты. Это гора Ливадийская в Приморье. Но чаще ее называют древним именем Пидан. гора Пидан это самая высокая точка Южного Приморья. И там всегда происходят какие-то скажем так нетрактуемые с точки зрения обычной науки вещи. Это видео снято 13 сентября 2011 года. Вы видите НЛО, который завис над вершиной Пидана. Местные жители говорят, такие объекты появляются здесь постоянно. возможно поэтому в советские годы в районе Пидана были запрещены полеты военной и гражданской авиации. Самолетам запрещалось вообще даже подходить к этим хребтам. Объяснений в документах архивных нету, не встречается почему, зачем, то есть четко есть запрет. Странный запрет был продиктован необходимостью. Согласно статистике в этом месте постоянно происходили авиакатастрофы. Самолеты втыкались просто в склон хребта с одной стороны, с другой стороны и падали получается прямо над основными хребтами. До сих пор на склонах Пидана кладбище разбитых самолетов и сегодня пилоты боятся летать над Пиданом. То есть допустим в ночное время суток когда ты летишь если особенно попадаешь в туман или в облачность то у тебя начинаются иллюзии в плане того что кажется что компас показывает радиокомпас или компас показывает одно направление авиагоризонт допустим тебе кажется что ты падаешь и ты летчик пытается вывести допустим самолет на подъем скажем а он уже начинает крениться уже перевариваться на бок при этом не ощущаешь это абсолютно то есть это основной такой фактор художник художник Артем Малыгин часто поднимается на Пидан и пишет там этюды говорит что по ночам там неспокойно я лично слышал что вот какой-то как шум барабана какого-то причем не я один слышал там ребята отдыхали на склоне горы вот какой-то как вот потому что там рядом ни железной дороги близко нет этого распадки вот и какой-то такой шум как бугин все равно глухой затяжной шум шел из-под земли утверждает Артем а на следующее утро он обнаружил древний камень на котором изображено крылатое существо видел такой как бы угол камня торчит уже из земли такой там засыпанный и вот изображение вот этого существа наполовину как бы так часть заросшей анхом уже и как видно крыло часть что-то такое и хвост такой как полумесяц не то чтобы человек там трудно забрать просто очень видно что какое-то летающее существо его называют здесь летающим человеком о приближении существа можно узнать под ушераздирающим звуком в Екатериновке сразу после войны солдаты заготавливали лес рубили деревья и однажды их было около 10 человек они услышали женские крики а летающий человек всегда связан с женскими криками ну или пронзительными криками но все описывают как женские которые вот это существо как они описывали с большими крыльями птица но с человеческим лицом на них напало летом говорил что он такой звук слышал в первый раз то есть он не смог его идентифицировать ни с одним животным а местные охотники неоднократно встречали летающих людей в безлюдных местах внешне похоже на летучую мышь только большого размера то есть роговые конечности копытца там передние задние то есть как оборгас самец то есть крылья перепончатые вот ну и вампир вроде как кушает вот ну и это не знаю откуда эта байка что летит именно на третью группу крови реза сотрясателем начиная седьмого века в этом районе жили бахайцы и чурджени они считали педан священной горой ведь на его вершине расположен вход в подземную страну где живут их предки народ шуби они хранят невероятные богатства умеют летать и изготавливают волшебные зеркала которые показывают будущее это место где изначально людям было запрещено селиться под страхом смерти и бахай и джурджени запрещали там селиться и вообще там запрещалось разговаривать там запрещалось даже плевать на землю и считалось что тигры волки медведи которые там живут они не трогают людей ну и ходить туда не нужно знаменитый путешественник Николай Пржевальский посвятил свою жизнь попыткам найти доказательства существования страны шуби этот древний артефакт волшебное зеркало Пржевальский привез из экспедиции по Дальнему Востоку в 1886 году он утверждал что видел в зеркале свою кончину которая произойдет во время путешествия на Тибет и уже в следующей экспедиции оказавшись на границе Тибета Пржевальский внезапно заболел и 20 октября 1888 года умер от брюшного тифа Таинственное пророчество сбылось Тайну зеркал шуби удалось разгадать археологу и путешественнику Владимиру Арсеньеву В книге «Страна Удэхе» он пишет о месте где жили высокообразованные люди знавшие тайну изготовления волшебных зеркал Они управляли погодой и природными явлениями понимали язык зверей и птиц Есть версия что шуби живут в пещерах Педана и сегодня и это скорее всего представители некой инопланетной цивилизации До прихода на Дальний Восток русских в этих местах никто не селился Их считали гиблыми и называли гнилым углом Здесь в отличие от других районов Приморья постоянно висит густой туман Здесь не было никаких ни селений не было никаких культовых сооружений соответственно и не было городов ни у Жжени ни у Бахайцев которые раньше жили в этих местах И лишь в 1860 году край полностью перешел под юрисдикцию Российской империи Началось освоение этих земель и строительство Владивостока Строительством и проектировкой Владивостокской крепости занимались люди которые были офицерского сословия которые жили в конце 19-го начале 20-го века и не исключено что многие из них состояли либо в масонских ложах как это тогда было модно либо еще в каких-то обществах которые занимались пропагандой таких учений строить крепость начали одновременно в пяти точках обладающих самой сильной энергетикой сегодня мы называем их местами силы если отметить их на карте получается пятиконечная звезда пентаграмма знак принадлежности к тайным обществам мы совершенно четко знаем что пятиконечная звезда это масонский символ и перевернутая пятиконечная звезда также их символ и не случайно наверное у нас вот эта пентаграмма в форме которую сделал форт муравьев амурского она венчает собой большую пентаграмму которая накрывает собой весь Владивосток историки считают этот символ визитной карточкой масонов это был знак качества то есть это та же самая пентаграмма это знак качества то есть если не просто построена в виде пентаграмма но еще как-то выделена эта пентаграмма ну не знаю там на местности или еще что-то не несущая смысловой нагрузки то есть не оборонная нагрузка а просто ну скажешь чисто символическая то это люди знали знак качества мы отвечаем за то что это сделано качественно это сделано хорошо мы масоны отвечаем за то что это построено на века вот так правительство российской империи не просто так поручило строительство Владивостокской крепости масонам но это то же самое что при сайской власти если ты не был членом КПСС то ты не мог претендовать на какие-то там посты то есть и в царской России если ты не был масоном то на государственные посты ты мог на высокие не претендовать даже не задумываться и не только на государственные там при дворе или еще где-то лишь посвященные могли сохранить главную тайну Приморья на Дальнем Востоке находится самая крупная на Земле инопланетная база все объекты которые здесь мы видим они созданы пришельцами для того чтобы доказать что они это место как бы уже захватили что мы здесь уже были мы оставили свои следы и когда наша планета или наша цивилизация на той планете погибнет у нас будет резервное место куда мы можем прилететь крепость Владивостока вряд ли могла защитить от внешнего врага угрожавшего Российской империи она не имела никакого смысла перерезается железная дорога в районе Читы что сделал в свое время во время революции и гражданской войны Семенов с Унгерном и все поэтому смысл строить и защищать Владивосток с моря ну высадилась бы эскадра ну что мы бы под железной дороги подогнали бы ну пару полков казачьих их бы просто порвали в клочья этих японцев тогда зачем строить совершенно бесполезные укрепления есть секретная информация что члены тайных обществ и царское правительство знали о подземных базах пришельцев и о широкомасштабном эксперименте который они начали проводить на Дальнем Востоке это была генетическая программа по созданию гибридов они пришли на Землю так как потеряли способность размножаться их ДНК стала пассивной и им нужна была человеческая ДНК активная для продолжения жизни их расы поэтому они начали такую программу программу смешивания двух типов ДНК они выбрали человеческую ДНК из людей которых они сажали в свои космические корабли они хотели закрепиться в человеческом образе чтобы стать волевыми субъектами этой гибридизации фактически речь шла о колонизации Земли возможно поэтому на строительство Владивостокской крепости царское правительство выделило столь невероятную по тем временам сумму создание всей Владивостокской крепости оценивается историками и экономистами в сумму порядка 200 миллионов золотых царских рублей что в тот период составляло 1,83 всего золотого запаса Российской империи строительные работы проходили в режиме особой секретности рабочих привозили из центральной России и после выполнения работ сразу же отправляли назад поэтому здесь очень хороший отбор шел то есть проверяли да и были как сейчас в нашем современном языке особое дело то есть все это проверялось все сведения собирались из-за секретности в основном строителям удалось найти входы в подземный город инопланетян в недрах горы Попова где возводили третий форт обнаружили древние тоннели заполненные водой его построили внеземные цивилизации потому что рукотворно невозможно было якобы возвести такие сооружения циклопического типа вот и что вся гора гора Попована которая стоит третий форт она полностью изнутри заполнена водой в разных точках Владивостока строители крепости находили тоннели которые вели вглубь земли был отдан приказ все их наглухо замуровать у нас здесь на объекте тоннели имеются конечно они сделаны руками людей вот но есть одна часть вот она как бы приграждена мощной каменной кладкой как бы взяли ее заложили куда ведет вторая половина никто не знает крепость Владивостока строили почти 20 лет но почему строительство завершилось внезапно когда крепость была построена лишь на две трети возможно основная миссия была выполнена и все проходы в город инопланетян замурованы говорят что всем этими вопросами занимались военные все эти тайны так сказать скрытые под грифом секретно и совсекретно поэтому это надо в соответствующих структурах справки наводить однако до сих пор около недостроенных фортов люди сталкиваются с непознанным комендант форта номер 7 уверен под землей и сегодня находится база некой разумной космической цивилизации они обладают такими высокими технологиями о которых нам даже и подозревать нельзя то есть современные средства объяснения никуда не годятся как бы там не пытались антигравитации называть то есть это уже управление можно сказать такими силами и законами где меняется и трансформируется молекулярная структура меняется пространство меняется время можно сказать мы их называли и называем всемогущие исследователи пришли к такому выводу после неоднократных наблюдений аналова летающих из-под земли в районе форта они попытались вступить с ними в контакт это произошло в 2005 году первым увидел яркий светящийся шар комендант форта Владимир Бурмистров да это было здесь вот буквально над этим местом низко потому что объект явно был как говорится объемный какая-то яркая там точка медно-красный свет вот шаровидные формы бесшумный полет сотрудники форта разработали специальные устройства для связи с НЛО и с его помощью отправили в сторону объекта световой сигнал устройство высветило эту конфигурацию и в тот же объект среагировал остановился поменял свет и пропал это было доказательством что они существуют уже 100% это стало началом контакта с тех пор каждую ночь им снятся странные сны я увидел во сне звездное небо мы ведем наблюдение зарисовал появление объекта у него была такая интересная структура типа ромба он появился в районе созвездия большой медведицы встречаясь со своим коллегой он тоже записывал сны свои и у него точно такой же рисунок этот объект появился над фортом на следующий же вечер после странных снов Владимир Бурмистров считает контакт состоялся теперь он точно знает где и когда появится очередной корабль пришельцев в черте города увидеть объект очень сложно дома огни и так далее в этом месте они летят низко и поэтому как бы на фоне темных сопок легко замечаются вечернее ночное время об этих летательных аппаратах военным известно много лет они собирают информацию об НЛО которые появляются над Дальним Востоком в свое время это в 70-х годах маршал Толубка ракетных войск стратегического назначения командующий приказал по своим войскам собирать информацию он ни с кем не согласовал он просто понимал что для ракетных войск стратегического назначения наличие в небе каких-то непонятных вещей тем более влияние этих вещей на его так сказать технику чрезвычайно важно и нужно одно другого отличать естественно сегодня мало кто сомневается что на земле кроме человечества обитают представители иного разума они существуют рядом с нами но редко дают о себе знать около 10-20 тысяч представителей внеземных цивилизаций находятся среди людей по очевидным причинам они не демонстрируют свое присутствие если бы это случилось то мы бы столкнулись с серьезным подавлением человеческой воли дестабилизацией работы правительств мы бы наблюдали как люди стреляют из оружия например а также это бы разрушило религиозные представления в 21 веке научно-технический прогресс идет ускоренными темпами ученые проводят эксперименты с пространством и временем ищут формулу бессмертия и пытаются создать искусственный интеллект но по-прежнему самой заветной мечтой человечества остается путешествие в иные обитаемые миры и контакт с представителями внеземных цивилизаций и мало кто знает что этот контакт уже давно состоялся отец подогналы Субтитры создавал DimaTorzok